Благоустройство школьных дворов для Владимира Гинтера Тема особо важная и трепетная Его проекты, а это Потанинская и 6-я Копейская школа С каждым годом получают все большее развитие Даже зимой творчество не прекращается На этот раз автор создал для учеников горку Которая найдет свое применение не только в зимний период, но и в летний Мы эту работу не остановили, а стали наоборот продолжать И решили, что раз есть у нас активный летний отдых То значит нужно обеспечить таким же отдыхом и зимой наших детей, родителей У нас осталась горка Она из земли, огромная И замечание по поводу того, что у нас посреди двора у меня огромная гора Что вы с ней собираетесь сделать, нужно это вывезти У нас этот спор был И мы решили, что если мы не можем убрать То значит нужно ее превратить в какой-то арт-объект И поэтому зимой мы решили, что мы из нее сделали горку И альпийская горка, два в одном летом Мы хотим поделить его на несколько классов, эту горку И высадить в свою роду плантацию Первое, что на ум приходит, это сорта Виктория Именно как раз где дети спускаются А по бокам вьющиеся растения Тем более, что их десяток видов И по краю сделать, обраймить кустарниками То есть мы, это своего рода будет как бы Такой ландшафт красивый, который будет и глаза радовать И дети будут заняты И волонтеры найдут свое поле деятельности Такой желанный для учителей и ребят каток В шестой школе тоже появился Активисты каждый день заливали его водой И чистили от снега Теперь школьные уроки физкультуры стали еще интереснее Возникла идея за, так сказать, создание катка Ну и, в общем, пошло-поехало От идеи до выполнения этого всего Буквально было несколько дней В общем, начали заливать С Артемом Николаевичем вместе Тут подключились дети В общем, очень слаженно прошло Дети, которые приходили, выпускники Говорят, почему у нас не было такого катка Почему вот мы, вообще так получается И приходят, и они приходят не только в учебное время Но и приходят после уроков Ребята катаются практически целыми днями То есть ночью тоже, ну не ночью практически, но когда стемнеет Цвета им не хватает Вот цвет нам нужен теперь еще сделают Вообще будет просто классно Горку мы заливали одновременно с катком Дети принимали тоже участие в заливке В формировании бортов этой горки Уроки физкультуры у нас этой зимой проходили все на улице Не в спортивном зале Дети приносили с собой коньки, ледянки, клюшки Очень интересно было смотреть, когда утром идут дети в школу И с собой несут вот еще всю эту амуницию И мечтают о том, чтобы физкультура была на улице Чтобы погода позволила выйти во двор И кататься с горки на коньках И все показали свои умения Кто на что способен, даже если с какой-то стороны мы детей не знали Что дети хорошо катаются на коньках Играют в хоккей на коньках Ну и красиво могут скатиться с горки Это тоже самое То есть здесь детям была предоставлена возможность Еще проявить себя с ранее незнакомой стороны Еще один проект, который уже был реализован Получит свое дальнейшее продолжение Нарисованная библиотека, которая в настоящее время украшает фасад школы Приобретет новых авторов Как классиков, так и современных писателей Когда появился этот арт-объект У нас проблема, в принципе, с росписью Она действительно отпала То есть это и красиво И когда проходишь, понимаешь Вот вся классическая литература у нас в виде арт-объекта Поэтому, может быть, мы продвинемся и дальше У нас была идея спортзала Но вот в этом году, благодаря действиям и активной поддержке Алексея Анатольевича Нагиловского Начальника управления и администрации города Нам выделены деньги на благоустройство не только двора Но и ремонт спортзала У нас, вы видите, в таком состоянии достаточно плачевно Вот поэтому я надеюсь, что к осени мы получим совершенно новый спортзал Внешне, по крайней мере, да И у нас была идея сделать роспись в спортивном стиле спортзала Возможно, мы это реализуем Для чего мы живем, да, если не для детей? Потому что все стараканы, либо грязь в будущем Это опять создадут дети Если все школьные дворы пустые, в грязи и так далее Будущее наше будет и пустое, и грязное, и неухоженное Поэтому, как бы вот у меня Чтобы как можно было волонтеров Особенно волонтеров с творческим началом У которых имеются средства Маленько вкладывать каждый год, каждый месяц Помогать школам именно там, где учатся их дети Потому что, ну, это мотив, это дети, дети – это мотив Нам остается только догадываться Какие же еще творческие решения будут воплощены Владимиром Оттовичем, депутатами, учителями и родителями Планов очень много Уже классы думают над новыми проектами Как их воплощать В ближайшее время у нас состоится родительская конференция Где мы планы на будущее будем обсуждать И принимать решения, как их реализовать Что-то, когда происходит, точка понимания Это реальность, которую разделили между собой начальник образования Директор школы, мы как депутаты и родители А если реальность есть, есть уважение к делу и общение И мы начинаем общаться И получилось несколько десятков волонтеров Которые, в общем-то, сделали школу в том виде, в каком она есть Есть такая фраза, что тот, кто не хочет ничего делать, ищет причины, почему это нельзя сделать Кто хочет что-то сделать, ищет возможность, как реализовать Можно пока тебе выделят деньги и их не дождаться Можно своими руками начать Когда Алексей Анатольевич начал спиливать деревья старые опасные Если за ними ухаживать, подрезать Из них можно делать пинки Из них можно делать своего рода стражи Потому что, когда их подстригаешь на уровне полутора метров И частая подстрижка С каждой веткой тоньше и тоньше Получается прическа Вторую жизнь можно дать деревьям Когда во дворе их, а в шестой школе их уже более сорока видов Можно давать прозаические, поэтические названия Ну, допустим, дуб, да? С чем ассоциируются? Ну, Лев Николаевич там был толстой, да? То есть, когда весной или осенью хорошая погода Весь класс выходит, и какой-то лекаритературный там какая-то тема Все, вот они и деревья, и все Второе, ботаника Когда вот такой дендропарк У нас 35 видов только кустарников И примерно столько же деревьев Для ботаников здесь просто разъемное Сколько из деревьев, пеньков То есть, эта тема уже рутария Фантазируйте, делайте И главное, чтобы дети это все видели И трудовое обучение можно перевести Не просто вот как какую-то необходимость тяжелую Можно в творческое русло перейти Это совсем другое будет Мы еще поучаствовали в конкурсе ландшафтного дизайна И все те мероприятия, которые мы провели летом Мы их оформили в виде проектов И участвовали в городском конкурсе В результате мы не просто победили А мы получили сертификат на 30 тысяч Который мы должны будем получить к лету И эти средства мы реализуем специально на благоустройство двора То есть, будут выделены именно на эту цель Депутата Владимира Гинтера мы знаем как предпринимателя И общественного деятеля Поэтому наверняка официальных слов благодарности Было сказано им много Однако душа поэта, вдохновившись всей этой работой Решила перенести слова в стихотворение Как школьников рисуется досуг В том видится бесценность просвещения Заполнив смыслами детей общения круг Их наполняется успехом поведения Год пролетел Как волонтеры этой школы Собрались в просторном зале С повесткой обустройства в школе дали Начальник просвещения Копейска Алексей Чудными крылами ангельских идей Спилил древа опасной флоры Конечно же, согласие прокурора Отмашку дав прогрессу в изменения Толковые ландшафтные решения Год разумных достижений Вызвал массу впечатлений Шавринское граффити одно, что в красках стоит Если дальше рисовать Ее библиотека Новый мир развитию откроет А я люблю шестую школу Блеск подобен ореолу Возле клумб шальных ромашек Собрана доска из шашек Шкалеров готова рать В парах партию сыграть Это дар Маруси Феры Той, что служит всем примером Слева гордой дубы Чуть правее велосипеды Подвигают девочек для деловой беседы В центре пляжный волейбол Далее гандбол, футбол При бедне мячи гоняют Силу спортом набирают Это вклады Сумина и Кузьмина Евгения Труд спортивный полон их Порывов вдохновения За начальной школой растут четыре рощи Декорации своей радуют нам очи Впереди стоит отряд пирамидами и в ряд Что за детками глядит И за школой строгом бдит То есть страш из тополей Всех заметней страней Вон корабли пираты Средь цветов замысловаты Сотни тонн Земле сгребая автор горку заложил Снежную с альпийской Две в одной объединил Чтобы как-то освежиться Смыть песок воды напиться У спортзала водопад Чуден как и весь каскад За каскадом водоем И ракарии при нем Далее рутарии горки и розарии Это Яны с Настей вклад Кинтер группы хит парад Выйдя из своей избы Что на курьих ножках На пеньке возле дубов Горцует баба ешка На гасниковых косится На их пейзажные затеи Мылица набросится Прошло летнее начало Действий впереди немало Подрезая флору Субботник провели Экологии внимая Подобрали заросли Шабуровскими ивами Оазис очертили Соснами с рябинами Посадки завершили На пороге уж зима Блеска мыслями полна Шланги инвентарь купили Снега горы своротили Горка вышла в загляденье А коток на удивление В физруке Артем с Андреем Много сделали потея И еще один Андрей Тот, что трушевских корней Оказался в альмаматор На порядок всех шустрей Нужной техники нагнал Чем ускорил Синний бал Совушку с детьми срубил Тем фасады обновил Этим год и завершился И, как думаем, сложился Новых планов Громадей энергии полно Будем дальше так трудиться Да проектами гордиться Меценатов отмечать Ну а Гартунга с Махровым Как колються Почитать Тех, кого не смог отметить Я решил их засекретить Чтобы в следующий раз Нам иной задумать сказ Мы их всех благодарим И работы очень чтим Школьные особы Евгения и Марина Разумом отметились В возгляде всей картины Директор школы Кокызан Пример для подражания Ярким именам Просвещению поклон Начальнику особы За то, что школам Дал уклон На этот стиль здорового Добрый день, дорогие наши телезрители До основного женского праздника Осталось совсем недолго Поэтому сегодняшняя наша программа Будет посвящена подаркам Для наших любимых женщин Своих любимых Жен, мам и дочерей Вы можете порадовать Такими подарками Как наушники Беспроводные колонки Фитнес-браслеты Мы очень любим слушать музыку Особенно в дороге Очень часто наушники Выходят из строя Заменить их Нету никакого труда У нас очень большой ассортимент Цены абсолютно разные Например, вот эти вот стоят 99 рублей Данная модель очень популярна среди девушек Так как она имеет разные цвета Желтый, зеленый, красный Либо, как, например, вот этот вот розовый Часто спрашивают беспроводные наушники В нашем магазине их большой ассортимент Есть, например, вот такие классические Либо цветные Есть беспроводные наушники для людей, занимающихся спортом К тому же у нас есть полноценные накладные наушники Для тех, кто любит слушать качественный звук Бывает, что наушников не хватает И хочется послушать музыку в большой компании на природе Для этого подойдут беспроводные колонки Вы видите, у нас их достаточно много Особенно популярна данная модель Данная модель компактная, влагостойкая И имеет достаточно хорошее звучание И стоит всего лишь 890 рублей Очень часто мы слушаем музыку с телефона И он разряжается Поэтому очень удобно иметь при себе Портативное зарядное устройство У нас их большой выбор Например, данная модель очень подходит девушкам Так как она компактная И может поместиться даже в небольшой дамской сумочке К тому же у этой модели очень демократичная цена Стоит она всего 299 рублей Сейчас мы все чаще стали заниматься спортом Пробежки, фитнес-центры, бассейны В этом случае незаменимым становится фитнес-браслет Данный гаджет может подсчитать ваши калории, шаги А также измерить пульс И еще он благостойкий Цены на такие девайсы самые разные Мы с вами знаем Во время праздников бытовая техника испытывает большие нагрузки В таком случае может что-либо сломаться Не обязательно вызывать сразу же механика Некоторые поломки вы можете исправить самостоятельно Чаще всего в стиральной машине из строя выходит тен, насос или подшипники Если у вас машина перестала греть, это соответственно тен Если перестала сливать воду, то это насос, либо стучит бак, это подшипники с сальником При частом использовании микроволновки из строя может выйти магнетрон, слюдяная пластина, также разбиться тарелка У нас большой ассортимент данных запчастей, можете приобрести Пожалуй, чаще всего поломки происходят с нашим холодильником В нем ломаются ручки, панели, полки Заменить их нет никакого труда У нас большой ассортимент, видите сами Теперь вы знаете, что подарить своим любимым женщинам А также, как подчинить свою бытовую технику В следующей нашей программе мы обязательно для вас подберем новую актуальную тему До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok На данный момент существуют три вида карт вообще Это карты Таро, карты оракульные и карты метафорические То есть по-другому метафорические ассоциативные карты Еще по-другому это метод проективной методики То есть если мы говорим, к примеру, про карты Таро То там у каждой карты есть определенный смысл, смысловая нагрузка Если это оракульные карты, то карты те, которые нам подсказывают То есть мы, например, достаем карту дня и читаем совет, что говорит нам оракул Оракул как совет А метафорические карты – это инструмент для родителей и инструмент для психологов Да вообще для каждого человека То есть это просто картинки Это просто картинки, да И каждой картинке человек сам нагружает ее смысловой нагрузкой Как мы работаем? То есть есть несколько способов И понятно, что есть, конечно, глубина-преглубина Для этого нужно иметь психологическое образование Для того, чтобы уже понять глубинные моменты Там негативные установки, программы и так далее И также можно применять их, например, родителям Когда мы учим детей эмоционально реагировать, эмоционально чувствовать Потому что иногда бывает как? Родители, например, спрашивают, что ты чувствуешь А ребенок не понимает, что он чувствует Потому что у нас нет в культуре такого понимания работы с чувствами Долг матери – научить ребенка чувствовать Если ребенок не чувствует, ему будет очень тяжело в своей жизни Он не понимает, а что происходит внутри То есть не соприкасается со своими чувствами Также эту колоду очень хорошо иметь любой женщине То есть как скорая помощь, которая лежит просто в сумочке И вы можете в любой момент просто разобраться с собой Карты сейчас на рынке, их очень много Это такой популярный инструмент для родителей и психологов У меня, например, 8, и они разные Вот самая универсальная колода – это эмоции судьбы Каждая колода, она посвящена определенной тематике Вот, например, ресурсы – это просто колода ресурсов Здесь все позитивные эмоции Потом дали, к примеру, колода исцеления внутреннего ребенка Это работа на проработку травм детства Далее колоды, например, магия женственности Это чисто для женской практики В колоде есть разные состояния женщины И мы можем благодаря этой колоде полюбить себя Понять свои качества характера, которые есть, которых нет И которые необходимо прорабатывать Такая самая простейшая практика, если мы о которой говорим Просто колоду берем, в этой колоде, например, в эмоции судьбы Здесь 80% негативных эмоций, 20% позитивных Негативные эмоции для того, чтобы мы могли поднять те состояния, которые не смогли переварить Также нужно обращать внимание, например, на сновидение Что такое сновидение? Если, к примеру, вам постоянно снятся сны, периодически, именно негативные Печаль, вы убегаете, или там у вас страх, или гнев, и так далее Что такое сон? Сон – это то, что вы днем не смогли переварить То вечером психика переваривает, доваривает И поэтому, чтобы это осознать, также помогают метафорические карты Здесь самое главное, что у каждой картинки нет никакой смысловой нагрузки То есть это человек сам говорит, то есть его проекция поднимается Поэтому для кого-то это будет, например, картинка лени Для кого-то это будет гармония с природой Поэтому мы через картинки прорабатываем свое эмоциональное состояние В чем плюс? Почему у человека накапливается депрессия? Что такое депрессия? Депрессия – это вагон непереваренных, непроработанных негативных состояний И поэтому, чтобы не дожидаться этой депрессии Человек просто прорабатывает сам собой Чувствует, чувствует, прорабатывает И он себя не приводит в состояние депрессии Если мы говорим про историю создания этих карт То мое личное мнение, что, конечно, первые метафорические карты – это были карты Таро Потому что в карте Таро на каждой картинке есть символ Есть определенный образ и архетип И он что-то обозначает Это были первые Но у нас в обществе к картам Таро негативное отношение Поэтому люди побаиваются Там, где есть слово «карты», есть страх, запрет Но с другой стороны, мы можем это называть не картами, а картинками Это просто картинки Это же наше внутреннее состояние Поэтому, чтобы люди не боялись карт Таро Придумали как инструмент для психолога, для работы с эмоциями Просто картинки, проективные Это просто картинка У нее нет никакого смысла То есть мы можем их по-разному Даже моменты сказкотерапии Мы можем просто подобрать определенных персонажей И выложить, что с ними происходило Потом дальше та же картинка еще на развитие интуиции Понимаете? То есть мы внутренне развиваемся То есть это внутреннее эмоциональное развитие И поэтому, родные мои, дорогие мои Что мы должны понимать? Что очень важно не только циклиться на материальные моменты На зарабатывание денег, на воспитание детей Но очень важно еще развивать тему эмоций Когда женщина понимает сама себя, свои эмоции Когда она своим эмоциям может понять причину своих эмоций Тогда и в семье гармония Все спокойно Если женщина в семье спокойна, то и в мире Все спокойно и гармонично Студия психолога Ирины Орда Представляет авторские метафорические карты Для психологов и родителей Приобрести и обучение подробнее на сайте Иорда.ру или по телефону 22-33-410 Многие люди увлечены облагораживанием своего сада Или дачного участка Но ландшафтный дизайн для начинающих Осваивают лишь единицы А остальные путем проб и ошибок Стараются создать неповторимые пейзажи на своих территориях Однако тем, кто выбрал это увлечение своей профессией Ошибаться нельзя Именно для этого и созданы школы ландшафтного дизайна Занимаясь просто теоретическими какими-то основами Ландшафтного дизайна Где-то в учебном классе или на курсах Этого недостаточно Потому что ландшафтный дизайн Это прежде всего практическая работа А практическая работа, она должна быть на участке На частных участках это сложно попасть И провести какие-то эксперименты То есть вряд ли какой-то хозяин согласится Убить такой экспериментальной площадкой Поэтому вот со временем Такую площадку решено было заложить здесь Студенты приходят сюда после третьего курса Для них это производственная практика Они начинают по срокам С начала мая до середины октября Практически весь сезон Захватывают все самое важное, ценное и нужное То есть практически весь вибрационный период И в общем-то успевают посмотреть Как начинает рост растений Как они пробуждаются после зимней спячки И как они уходят в зиму Обязательной составляющей любого студента Является подготовка дипломного проекта Здесь с этой задачей сложностей не возникает Студенты на годовом обучении Которые обучаются в школе Их дипломная работа является создание сада Миниатюрного сада В зимний период мы его проектируем Прорабатываем, составляем смету Проговариваем все детали, нюансы Технологии производства тех или иных видов работ А в летний период задача сделать сад Реализовать его То есть это, так скажем, такая тренировочная площадка База, где может человек все теоретические свои знания Показать уже по существу Такие моменты, которые описаны в учебнике Их надо все-таки попробовать сделать своими руками Чтобы уже знать, как это происходит Сколько времени тратится на это Тем более годовой профессиональный курс Не двухмесячный или трехмесячный Поверхностный только для своего сада Научиться решать сложные задачи По уходу, по проектированию Здесь действительно я нахожу этот вид Особенностью данного проекта является то, что он рассчитан не только на студентов Каждый желающий, кто хочет облагородить свой садовый участок Может прийти сюда и получить все нужные базовые знания Сад рассчитан, безусловно, не только на специалистов Не только на студентов Не только для будущих профессионалов Но и для широкого круга любителей Тех, кто тянется к культуре, ландшафтного дизайна Как к искусству И действительно хочет облагородить свой участок Свою территорию Сделать красивый сад Для этого мы проводим специальные курсы Обязательно с практической составляющей И проводим регулярно мастер-классы Создавать необыкновенный и красивый дизайн Под силу не только профессионалам Но и каждому, кто увлечен этим делом Ведь окончательный продукт данной деятельности Это личное мироощущение И восприятие прекрасного в самой природе В данном деле знания необходимы для того Чтобы грамотно выращивать растения Соблюдать правила их соседства И видеть, как проект будет выглядеть через несколько лет Ведь для ландшафтного дизайна Важен не мгновенный результат А длительный процесс развития и кульминации По проекту роз предполагается здесь Более 100 видов, 7 групп На данный момент здесь высажено Чуть больше 60 роз Тоже нескольких групп Крайний ряд это плетистые розы Сейчас у них временные опоры Основные опоры изготавливаются Я надеюсь, что в конце сезона Они уже будут установлены Рядышком вы видите почвопокровные розы Здесь представлены розы чайно-гибридные Спрей, флорибунда, английские розы То есть все те виды роз Которые продаются в садовом центре Которые существуют на рынке Челябинска И те розы, которые необходимо изучать Их особенности Особенности обрезки Особенности ухода И как раз таки эта площадка Этот сад, он создан именно для Практических вот таких целей Работы с розами Это центральный вход в белый сад Он огорожен живой изгородью Из караганы древовидной Идея белого сада заключена в том Что растения, которые будут высажены здесь Которые уже растут и высажены Были до того, как Они будут в белых оттенках То есть это белый, зеленый цвет Безусловно, цвет растений Цвет зелени И, конечно, будут вкрапления Других цветов Но в очень незначительном количестве То есть преобладающий цвет Существующих здесь растений Будет белый Центральной основой И таким композиционным фокусом Этого сада является водоем Водоем с кувшинками Водоем в двух уровнях Сад молодой, но его уже можно назвать садом Причем сад особенный Он разбит на небольшой площади Территория буквально полсотки Но на нем есть и декоративные растения И полезные плодовые растения В том числе и груша, которую мы формируем Видишь, полеры Декоративная рябина, которую мы заплетаем На арку формируем Подбивается это все свеклой обычной Различные сорта петрушки Очеток у нас представлен Циния, анютины глазки, лабелия То есть создается такой микс Который с одной стороны Он декоративный Эстетически привлекательный С другой стороны Те же сорта мяты Которые собраны здесь и высажены Они приносят пользу И создают особый колорит Придают особый колорит этому саду Выполнить красивый дизайн у себя на участке Под силу каждому желающему Получить необходимые знания Для этого возможно, пройдя курс обучения А для студентов эта школа Является настоящим открытием Ведь где еще они могут применить теорию на практике Методом проб и ошибок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok